Слушайте, возможно, да. Либо реально я просто завтра-послезавтра поеду к офтальмологу, если не пройдет. На проекте вообще тяжело морально. Скажу честно, первое время было тяжело. Ну, как бы вот если вы смотрели эфиры с моим участием, то я думаю, вы поймете, о чем я говорю, потому что я реально первое время плакала, неделю даже, может быть, больше, сколько там, каждый день. У меня ни один день не проходил без слез, потому что я еще живу с родителями, я пришла в новый коллектив, где я никого не знала. Мне было очень-очень тяжело, но со временем меня нормально приняли, я адаптировалась, и как бы все стало хорошо. Поэтому сейчас все хорошо. Получаешь зарплату на Дом-2? Да, получаю колбасой. Халявной колбасой. Это наша зарплата. Миша Гаврилов. Во, он спалил новых участников. Не знаю, кого он спалил вам, может, это просто были у нас гости. За пыльку через 45 дней выплачивается. Мне кажется, это сложная информация. Наша зарплата – это колбаса докторская, копченая. Вы думаете, почему мы там все жирнеем? За такой зарплаты. Сколько раз в день кушаешь? Так. Ну, это раза два, три. Потом у меня открывается аппетит ночью, кстати, как у многих девочек. Я вот могу спать, проснуться от того, что я очень могу начать хотеть скушать бутерброд с майонезом, с кетчупом, с сыром, с колбасой. В три-четыре ночи я вот встаю, иду к холодильнику, открываю, кушаю, и ложусь. Долго думаешь быть на Дом-2? На Доме-2, ну, я не знаю. Я не поставила себе какой-то определенный срок своего нахождения там. Если пойдет... Если, конечно же, я обрету свою любовь, будет красивая история, то почему бы не остаться там подольше? Если, конечно, меня не выгонят, так как я сейчас одиночка. Принципа мне все рассказал икс-участник, все как и что, скольки, когда, за что и так далее. Понятно. Не знаю, что вам рассказали. Поэтому никак не могу прокомментировать. На ночь ешь. Да, вообще, я просто... Я худая, во-первых, потому что я нервничаю. Вот на стрессах я худею вообще очень резко и быстро. Я вот за неделю, кстати, как пришла на Дом-2, похудела на 6 килограмм за неделю. 6 килограмм. Я практически вообще ничего не ела. Там пила гореть шоколад и все. Так. Если долго будешь думать, бездействовать, то могут выгнать, поэтому действуй. Слушайте, я не буду действовать, потому... я буду действовать, как мне по душе, по сердцу. Все будет идти так, как должно идти. Играть, вот это вот что-то... Строить, начинать отношения ради того, чтобы задержаться на проекте. Мне это неинтересно, это правда не моя история. Как-то так. Приятная, дорогая, красотультика моя. Приветик. Это кто? Если мы знакомы, то я тебя не узнала. Кто здесь? Или меня зови? Поздроим любовь. Конечно. Чем занималась до дома 2? Интересный вопрос. Я работала фотомоделью, промо-моделью. Моделью меня не брали. Я очень хотела стать моделью когда-то. Сами понимаете, с таким маленьким ростом моделью тебя не возьмут. Вот. Работала в офисе, сидела с документами, работала. Потом, где только не работала, и в боулингах работала, и в ресторанах, клубах, администраторами, хостесами. Как поддерживаешь такую фигуру? Честно, это все стресс. У тебя выходной... Какое образование? Образование среднее. Я хочу пойти учиться на высшее, но позже. Потому что не могу определиться и найти себя. У тебя выходной. Сегодня крещение, поэтому сегодня меня отпустили. Я попозже поеду купаться, и потом еду обратно на поляну. Почему ты так агрессивно отнеслась к той девочке, с которой подралась? Ты же вроде не такая, как я помню. Привет, зая. Почему ты так агрессивно отнеслась к той девочке? У меня был нервный срыв, правда. И сыграло чувство собственности. То есть, настолько вот здесь вот меня зацепил мужчина. То есть, если рассуждать сейчас, то я могу сказать, что да, это может быть и некрасивая ситуация. Но я не сдержалась, правда. Я сошла с ума. Это твой косметолог, детка. А-а-а! Девятули! Какой рост? Рост у меня маленький. Очень маленький. Метр. Шучу. 162-163. В какой школе училась? Я училась в школе с очень клёвым номером. Три шестёрки. Представляете? Три шестёрки. Да, конечно, Сабину знала. Ты с Яной Захаровой как общаешься? Нормально. Адекватно. Так. Вы с умацким друзья? Мы с умацким хорошо общаемся. Мы не в отношениях. Капец, да? Как видно, что глаз прям меньше. Ужас. Так. Как училась в школе? Хорошо или как и многие? В начале было всё очень даже хорошо, а потом, как и многие. Вот. И с поведением были чуть-чуть проблемы. Ой, привет, Жан. Просто быть собой всё у тебя получится. Да, я и так стараюсь быть собой. Так. Что с глазом? С глазом простуда. Вот вам и ответ, почему набросилась. из школы 666 пришёл учитель и вселился в Леруна. Слушай, это такая прикольная мысль. На кого он глаз положил? На кого он глаз положил? Не знаю. Глаз положил стук у меня. Походцов. Привет. Моя красивая девочка. Прекрасная. Глаза берегись. Я пазюбача. Я, кстати, очень бы хотела что-нибудь. Опасная девочка. Лера со школы 666. Всё-таки плохие. Да нет, на самом деле, правда, я вообще спокойная девочка. тихая, спокойная, любвеобильная. Мне нужен любовь во всём мире просто. Я там такая нежная, заботливая. Но эти эфиры ужасные, согласна. Там кто-то вселился, точно учителя школы моей. Думаю, возможно, даже это была учительница французского языка. Привет. Как нравится она Даме 2? Ну, да, я адаптировалась. Как ты с ней общаешься? Я с Яной Захаровой общаюсь совершенно адекватно, так же, как и с девчонками. Вы точно будете вместе? Думаете? А Никита об этом в курсе? Что мы будем вместе? Что с глазом? Я не знаю. Что-то у меня с глазом в него кто-то вселился. Измеем простуда, правда, очень болит. Да ладно, бывало и хуже. То есть, если они всё так плохо. Чего он разочаровался в Тане? Честно сказать, не знаю. вот история Тани и Никиты мне неинтересна вообще. Зачем мне интересоваться женщиной, которая проявляется к мужчине, который мне нравится. Так, тогда просьба скажи, чтобы зашла директ. Хорошо, скажу, только завтра. Помнишь свою первую любовь или скажешь? Первая любовь, знаете, вот детская любовь был. Мальчик его, по-моему, кстати, вы тоже звали Никита. Он жил в соседнем доме. Тебе шоу фамилию? Блин. Короче, жил мальчик в соседнем доме. И вот мы постоянно гуляли за ручку, там, бегали вместе, в прятки играли, то есть всякие, в классики. Это было в детстве, более в сознательном возрасте. Был мальчик, он мне очень-очень нравился. Вот. Потом в итоге спустя два года мы начали встречаться. Вот. Блин. И вы представляете, кстати, мне совершенно недавно написала этот мальчик, когда я пришла на дом-2, он мне написал, он говорит, ты что, на доме-2, это так и так. Мы с ним посмеялись, но остались в теплых дружеских отношениях. сегодня намекал в историях, я подумала про тебя. Кстати, знаете, я не поняла, про кого он намекал, но он мне тоже не понравился, а вдруг про меня, то это тогда. Это хорошо. Спасибо, не забудь. Хорошо. А ключик от чего это сердечко? Так. Клютик это, скажу честно, я брала в прошлом году за эту цепочку и ключик вот этот вот ключик. Вот. И так нашим. Может быть, это ключик от моего сердца. Зая, дома хорошая девочка, привет! Привет! Какой парень дом 2 смотрит больше. Ой, я не знаю, если честно, ему, по-моему, кто-то сказал, потому что он мне вообще задал вопрос, знаете, как написал, ты собираешься на дом 2? Я говорю, я уже на доме 2, то есть, поэтому тут непонятная история. Ну, если честно, правда, хороший мальчик, парень, я желаю ему только счастье, дай бог, у него все сложится в жизни, он найдет свою любовь, а может быть, он уже нашел, я не в курсе. Вот. Давно ты на доме 2? Доме 2 я, нет, недавно, я на доме 2 6 января, по-моему, совсем недавно. У тебя новый маник, да, кстати, вот. тебе нравится мой маник? Сейчас, кстати, будет дом 2. еще вне у меня сидит на маник, не не на нерезь, не нерезь, Никита, да, честно, было, да, было. у меня папа пришел зай я прилечу извини пожалуйста не увидела при чутки ли в том в этом году это точно так не мешка купаться будешь да есть да да конечно прошлом году от меня снимала потом вообще снял как-то непонятно сохранить эфир потом нельзя смотреть со стороны кто-то матерится кто матерится не знаю кто там интереса девчонка кто-то да как так такая девчонка кто-то слепой ну вот были но я не буду вам брать да то есть то что у меня всегда в жизни было все идеально то есть вот я такая клёвая классная все складывалась нет у меня было много раз моментов то что мне нравился мальчик а я ему нет ну как будет бывает да папа да представляете я папу столько не видела и вот пришелся вот и сейчас я поболтаю с вами потом мы все вместе поужинаем семьей этого на самом деле очень правда не хватает прям рвит на всех мать умеешь я знаю я и сейчас более спокойно и там у меня я пришла в себя манер ты строй закончился поэтому я теперь вообще самый спокойный в жизни человек выкажи папу давайте так мой родной отец живет в ташкенте я родом оттуда вот но я могу смело сказать о том что у меня папа в этом не повезло потому что мои очень меня воспитывает 6 лет но показать к сожалению я его не могу так как он сейчас переодевается идет в душ вот а измену да да честно я рассказывала о том то что у меня были отношения на протяжении четырех лет то есть четыре года я была с молодым человеком я очень сильно любила и это были знаете очень такие больные тяжелые отношения потому что правда человек изменял гулял в наших отношениях присутствовала рукоприкладство периодически к огромному сожалению очень такой стильный достаточно плачевный опыт ну и в принципе знаете мужчины мне кажется они полигамны очень много мужчин изменяет своим женщинам какие бы они не были хорошие я не знаю что он их подталкивает на это но могу сказать так как я от момент пережил пережила до переживала очень сильно могу сказать о том то что это очень больно когда девушка искренне любит ее придают это очень ужасно ты по-другому умеешь рвать без нервных простым общением ну да конечно говорю я сейчас адаптировалась расслабилась успокоилась и поэтому сейчас все хорошо да я родилась в ташкенте у меня мама немка с еврейкой отец русский а родилась я в ташкенте а живу в москве как вы думаете что я сейчас буду смотреть первый раз я сейчас буду смотреть как вы думаете что 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 на самом деле время один из горы нужно ехать так лера как ты узнала так как ты узнала об измене но честно сказать я чувствовала всегда чувствовала что человек начал проводиться на меньше времени либо начал знаете в это холод то есть он постоянно или на самом деле очень больно даже говорит неохота и видела давайте скажу так тогда вы смотрите да изменяйте эту правду очень плохо очень для девушки это очень больно такой вот ты видите с вами печальные моменты обсудили я завели ваш него сейчас на тему за него жаста брат служить как красивый страдать вы знаете дело не во внешности я вот не считаю себя красиво есть то что и симпатичная да как бы что что я проявилась а какие-то некрасивые моменты до в эфирах на проекте но это бывает у всех и я не оправдываю себя свое поведение нежным срывом но это действительно было так мне было тяжело я уехала из дома где жила с своими родителями попала вышла из зоны комфорта и так получилось то я попала туда и видите опять мои чувства оказались к огромному сожалению не взаимные пострадать вот в этой ситуации могут все и мужчины к огромному сожалению есть девушки которые изменяют есть и мужчины у тебя выход на сегодня сегодня крещение праздник я в прошлом году купалась первый раз жизни и сегодня вот поеду второй раз купаться продавать холодно нет вообще ничего не стираю живет ночью так если с никита не получится ну что будешь делать честно я не знаю вот правда вот даже врать вам не буду не знаю чувствуешь что-то очень хорошие теплый человек так приятно правда действительно просто такие негативные комментарии я читала свой адрес просто меня это я была в таком шоке то что как бы где люди могут писать такое не знаю человека и судить там по одному эфиру просто по одному там двум эфиром ладно эфиру но каждый человек совершает ошибки и вне периметра просто это не снимается как снимается это у нас кому-то симпатизируешь на доме 2 кент и тружишь а я очень хорошо общаюсь то не строковый правда она очень клево очень-очень принципе я вообще на проекте общаюсь со всеми ребятами адекватно но там и симпатия вот по душе строковый статевят тоже такая веселая открытая очень и с другими девчонками левченко кстати да всем не угодишь кайтеры всегда будь даже если монашкой будешь тут это что не согласна да ты хорошо отвечаешь на вопросами как другие спасибо большое очень приятно просто в эфире ты реально была неадекватная дай периметра может попасть в подобную ситуацию просто у нас это снимается а за периметром это не снимается и ты можешь натворить натворить какую-нибудь ерунду какой-то сделать некрасивый поступок и пережить этот момент так что об этом никто не узнает придешь и скажешь я хорошие все скажут да ты хорошая многие просто так скажите девушки есть лупы челубы лет рядом с сидящими медведь медведя моим вам привет на хорош мои сладкие мои вон их там сколько так скажешь ногами прошел их вот тут целая куча мои любимые адекватные тут все сидят а это твоя нога и ноге моей привет я его занимались танцами скоро москву переезжают все это уж хорошую студию слушайте я занималась танцами с детства кстати вот но сейчас я уже не танцую я работала даже вот так хорошую студию я вам посоветую вот правда очень знаменитая балет аллы духовой у них разные направления стиле в танце и там очень такая серьезная нагрузка дисциплина то есть и вообще только туда я там тоже танцевала чё там то не станет да не станет смотрите в эфиру что там да не станет вы прям альберт очень любите задавать какие-то провокационные вопросы чтобы узнать про проект почему вы не можете спросить экс-участника что там да не станет так лир ты чего не позвонила за еще закончу прямой эфир буквально через действие и не беру потому что я же буду смотреть дом 2 ты права тех кого были срывы их не снимали хотя я до 2 смотреть зайду может смотреть дом 2 через минут 20-30 так сегодня эфир не интересный был нитиков только и показывать сегодня же будет интересный эфир очень даже вторая волна лера фрониной сейчас будет такой почему тебя мало показывают вы сейчас узнаете просмотрев эфир и поймете вы смотрели light то что где-то сегодня возвращал меня на проект потому что я сбегала поэтому меня не было то-то я фронетиков это не захар я не нежели уроне и прошли не провокатор а я не говорил кстати что вы там реально девчонки немного туповаты или это так задумано просто не смотрел до этого посмотрела и там далеко все неглупые люди показывают просто моменты самые такие яркие либо когда человек там платит если бы показывали бы эфир 24 на 7 когда там девчонки книги читают общаются там на какие-то темы вот тоже другой момент так что там кстати далеко не все туповаты я люблю быть на весь диалог строится на вопрос если их нет и диалога нет я прав да конечно вы правы я сегодня потому не показывают лайт я просто смотрела на официальном сайте дом 2 в эфирах чтобы здесь они могут постоять как раз таки девчонки девчонки у нас такие ох прям я до сих пор думаю стоит ли это да нет решиться не могу я вообще не рассматривала проект для себя чтобы туда пойти вообще не думала что это буду участницей но после общения с никитой после нашей встречи как вы все знаете я пошла приветики поэтому попробовать всегда можно и стоит и уйти всегда можно то есть ушла но мама как бы поддержала мое решение но после говорить эфир она была вообще в шоке потому что никогда меня не видела в таком состоянии так не надо идти я нет я не ушла с проекта сегодня крещение у меня можно сказать либо ночью либо утром я поеду обратно на поля просто я человек вспыльчивый не смогу с некоторыми личностями жить мне сказали подумай до конца месяца как раз таки это место такое которое поможет бороться со своей спыльчивость за своими эмоциями агрессии что ты переделывала себя я делала себе губы и один раз делала ли политиками носик уменьшала ну то есть результат не такой то есть он эффективный но я не продолжила этот курс поэтому у меня нос такой как он и был можно сказать переделывая все только губы какие-то пластик у меня не было так снимает все 24 часа снимать все 24 часа до показывают определенный промежуток времени в москве ведете какой образ жизни до дома 2 ну вот видите выходной я дома сегодня вот вот да у меня такой достаточно спокойный образ жизни был последний год я там больше дома если тусила то редко но честно сказать охота охота потусить врать вам не буду именно отдохнуть развиться расслабиться ты бы простил человека если бы он просто бы перестал общаться а потом через год написал наверное знаете я бы судила потому почему человек это сделал как бы какие были причины чтобы перестать со мной общаться но мне было бы правда неприятно осадочек бы остался волосы твои волосы наручные да кстати вот все волосы но наручные волосы длиннее на пять сантиметров пять-семь максимум десять сантиметров ладно давайте скажем здесь десять сантиметров так лирун ты серьезно мне кажется еще больше там сидишь дом 2 да согласно школа жизни которую нужно пройти если повезет идти ни одному оттуда вовремя да согласно на растяжку хоть вот так на растяжку через коксинный шпагат или еще не сели я ходила на растяжку вот на шпагат я села спустя полгода наверное плюс-минус да сейчас так как не занимаюсь не знаю сяду ли сейчас или нет но я бы вернула кстати занятие растяжки потому что ты начинаешь так чувствовать хорошо это очень полезно для спины а у меня сколиоз то есть спина болит меньше так ну что ты тормози ты что кому я планирую идти не уверен я думаю время потеряют работу страшно теряйтесь только во время отпуска поедете я не знаю смотрите сами как бы я когда пошла на дом 2 меня ничего не держала то есть на плане работы там я не работала сидела дома в этот период и поэтому меня особо ничего не держала сердце сказала иди иди по сердцу я пошла так больно садиться было ну знаете да такое ощущение не из приятных очень не из приятных ощущений я и на продольную и на поперечку там реклама идет сейчас сколько лет мне 24 то во сколько собираешься ехать на поляну я вот не знаю либо с утра туда ехать либо ночью не знаю уже все на поляне а вы уже поехали купаться вы уже там для меня просто даже теплая обувь на поляне это большая очередь да на борисовке мы просто прошлом году и поехали часа в три где-то ночи когда уже было меньше народу чтобы долго не стоять в очереди сказали же не будут отпускать на выходные сегодня крещение я каждый год купаюсь ну как каждый год прошлом году в первый раз и после этого я решила что теперь я каждый год купаюсь поэтому меня отпустили купаться и плюс сегодня день я занималась весь день занималась документами решала там определенные вопросы вот поэтому у меня достаточно уважительная причина чтобы меня отпустить сегодня ты картавишь нет кажется что вы картавлю вроде бы нет лера рыба лера 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 верьте бога леса какая-то я верю в бога да конечно я крещеная я хожу в церковь вы с никитой к сожалению нет но мы хорошо общаемся знаете в жизни может произойти все и мало ли может быть я сейчас покажу себя более с хорошей положительной стороны нежели я себя показывала до этого и может быть я его зацеплю кто знает главное чтобы я за это время не остыла если он и думается ну а если нет значит не судьба она в меня верит в тебя конечно я думаю прям ты придешь мы подружимся у нас со школы что за вопрос слушайте я не выбирала эту школу мне выбрали родители красивая пара спасибо вот пишите пишите ему что мы красивая пара были бы что мы смотримся что лерка там не такая же плохая не такая же злая как показали боишься смерти извини за вопросы разбавляю в россии 1 2 честно да очень боюсь очень у меня были до этого полгода назад панические атаки и вот они как раз таки заключались в том то что когда я оставалась наедине сама с собой мне всегда казалось что я умру вот поэтому я даже лечила свои панические атаки если я приду ты убьешь меня я нет за что мне тебя убивать тем больше я теперь спокойная но школа да у меня такая хорошая с кем ты дома или на доме 2 сейчас я дома семьей а так в отношениях я не с кем но на доме 2 с ребятами так я вообще сделала что незнакомый пальво надо будет все некоторых предупредить что в этом такого что если мы общались в моем прямом эфире кто умер на доме 2 я не знаю на самом панический а так как вылечили так сейчас извините ромочку как вылечила вылечила я я ходила на школьные танцы и ходила на школьные танцы вот и ходила в школу блин ходила на на школьные танцы и ходила в то да и постоянно на всякие мероприятия на всякие наше выступление нам рисовали и красили делали маке я постоянно исправляла и делала все стрелки и я настолько к ним привыкла то что я не могу просто без них правду я постоянно вот мой последневный макияж это стрелки и реснички это были нарушены сейчас у меня остались почти там не белочка учительный ты теперь понимаешь да в эфирах сегодня смотрел эфир то что туда тоже пришла учительница французского языка мы знаете вот так вот по чуть-чуть люди заходят прямой эфир и так приятно то что не пишут гадости которые пишут зато в комментариях просто ужас 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 я решила удалить еще такой бред если честно не понимаю люди которые походу не довольны своей жизнью запой лишь бы искать у других здравствуйте приветики на каждой станке все а ну вот ты понимаешь да ты сёшь любил жидко под водкой привет займа и дела хорошо сегодня в одной вот думаю либо ехать на поляну либо быть и гулять походу мне кажется нужно сделать опрос на поляну спать или гулять и как люди проголосуют так если вы смотрели эфира то вот когда я себя вела неадекватно вы думаете это сценарий там жизнь там правда жизнь нажжет комментарий я согласна очень-очень много просто я просто не заходила как бы не смотрел кто мне пишет то что не хочу зачем время тратить единственное сегодня по моему на два комментария ответил то что счастье вам да как бы правда всего самого светлого наилучшим людям которые там по эфиру судят да то что все алказка там такие вещи ужасные пишут просто очень приятно когда отвечать без всяких поток как у вас дела спасибо мои дела сегодня хорошо потому что я здесь все время приехала домой увидела своего любимого кота мамулю папу кота ой кота тетю у меня уже просто у меня кот стоит напротив у меня кот 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 а потому что на нервном срыве я вам скажу правду не буду вам брать я сгрызну свои ногти вот поэтому нарощенный я как бы так часто гуляю так нет 24 берег ты планируешь надолго задержаться на доме 2 скажу вам честно как получится кто знает может быть никитка одумается поймешь все таки то самое я могу вместе и покажем красивую искреннюю историю любви а может быть и я остыну и как бы может мне понравится кто-то другой хотя это мало вероятно в ближайшее время думаю точно потому что горит здесь вот никитка у меня вы с никитой вместе к огромному сожалению нет мы дружим мы общаемся хорошо вот почему не на поляне скажу еще раз а я не на поляне потому что сегодня я хотела поехать купаться и у меня сегодня выходной так как я весь день занималась своими делами я взяла по документам туда сюда вот и я подумаю либо ехать сейчас на поляну ночью либо все-таки поехать потусить не общаюсь сейчас подвесниками директ общаюсь общаюсь я отвечаю у меня нету пафоса еще очень вот и с удовольствием на приятным людям отвечу с огромным удовольствием пообщаюсь вот кстати девушка что-то про июля вот который сейчас зашла она мне написала и я мало того скажу мы переписываемся практически каждый это даже не практически можно сказать каждый день мы что говорили с тобой о чем за давай нападаем блин просто я говорю выходные не так часто поэтому было где дилема не говори пожалуйста не говори пожалуйста не спасибо большое да на самом деле он тоже классный за это спасибо большое каприз 2 2 8 где-то не 8 неправда отвечали дай привет кисляр привет кисляр будьте счастливы всего хорошего молодежь когда девушка пришла ты давай обращаться это не я дала обращаться это учительница французского языка моя приходилось в школу 66 сейчас вот так да идите погулять отдохните пока выход вот-вот реальные мысль пока выходной нужно я уже отвечаю неделю а вы просто мальчики с девочками я счастье хорошенько нет никакой тих один статья мешать прийти у некоторых есть причина хорошая работа и люди боятся уйти с работы 5 ты мне понравится и либо стоит будет нет семья но я думаю хочешь то приходи обязательно трудно на доме 2 первое время да мне было сложно потому что я еще раз повторюсь если вы смотрели эфира я плакала плакала неделю каждый божий день изо дня в день и и и и и и и Не факт, что оставит коллектив. Слушайте, не факт. Тебя тоже, как-то Шване была уверена, что меня оставят. Но на старе мне просто нужно перебить и не сняться, быть с ябкой. Будеть с тебя было с ябкой, а потом под куклу, а потом опять с ябкой. Я, как ясно с нашими отношениями, переживала очень с детьми с ябкой. Я с глазки смотрю и общаюсь с ними, может, на себе. Там действительно некому шуточек. Ребят, свободы уже много. Или вам просто никто не нравится? Ну, ты можешь прийти как одиночка с сильным заявлением и сильной позицией. Как вы даете телефон на данный момент? Телефон вы даете на тарту с домом. Ну, конечно, если вам нужно позвонить, там ничего, ответить. Пусть и взять и это сделать. Мама рядом, мама рядом. Да, показывать не буду, потому что она мне переделась. И готовится к кафе. Кафе давно собиралась на дом 2. Я на дом 2 вообще не собиралась, честно. Вообще-вообще-вообще-вообще-то. После встречи с Никитой совершенно сконтанно без ябки. Я делала, где что-то стукнуло, всем, кто что-то ебнуло. Я рисую всем. Так, тёще привет передаю. И вот девочек тоже передаю перед нами. Спасибо тебе, товарищи. Спасибо большое. И всем вам тоже привет. Да? Тоже всем привет. С праздником. Да, и с праздником. Скажи Альберт передаю. Могу, или Альберт передаю? Скажи Альберт. Хорошо. Альберт, привет. Тебе понравилось на дом 2? На дом 2. Я в десять пор. Мне там уже привыкаю. Адаптируюсь. И все становится хорошо. Привет. Привет. Тюшка, привет. Стой с подкаткой. Зачем с ним переспала? Если вы смотрели эфиры, я там все говорила дословно. И так, как оно и есть. Бывает такое, что человек тебе нравится. И плюс до этого мы с ним общались. Мы с ним общались длительное время. Переписывались. Созванивались. Как бы, знаете, не было так. Привет. Я Лера. Я Никита. И так далее. Была история определенная. И бывает так, что когда люди встречаются, что-то ёкают внутри. Приво всех нравится. Но все свои белые бегают. Так ты попробуй. Никто. Усугубило я этим, мне кажется. Ну, как вам сказать. Я уже сегодня объясняла, наверное, раз десять. Если не больше, мне не сложно объяснить еще раз. Понимаете, люди в жизни совершают также ошибки. Просто это не снимается и не трансфируется на всеобщее обозрение, как это происходит с нами. Из-за этого, как бы, происходит такая ситуация. Идет осуждение. Вот ты не права. Я бы так не сделала. И так далее. И тому подобное. Так. На доме 2 кто-то из участников тебя нравится? Мужчин помимо Никиты. Нет. Так как Никитой мне никто не нравится. Нужно времени. Я бы не был интересен, где было так. У нас в твоем расположении. Знаете, в жизни все бывает. Мало ли. Только интерес больше. Я больше не знаю. Просто. Я не знаю. У меня не одиночка. Нет. Тебя в чём боже и красит. Извини. И что вы не думаете? Что у нас одиночек живут, нет? Мы вместе нет. Что я не могу с вами разговаривать, а сейчас нам, чтобы не трогать душу. А зачем ты решишь? Что с вами не могу сделать? Что я не могу делать? Я думаю, сделать второй раз тусить. И все потому, что время уже поздно. И из-за этого. Продолжение следует...